В центре фигурного катания керлинга завершился Кубок России по керлингу среди мужских и женских команд. В турнире приняли участие 32 команды из 12 регионов страны. Московскую область представили воспитанники Дмитровской школы керлинга. Данные старты были отборочными на чемпионат России. По регламенту команды, занявшие с первого по восьмое место, отбираются в группу «Б» чемпионата России 2017 года. Это первый этап национального чемпионата, чемпионата России этого сезона. И для федерации керлинга России это имеет особое значение. Почему? Потому что на первый этап чемпионата России допускаются все регионы, которые в настоящее время развивает керлинг. И нам очень интересно посмотреть фактическое состояние дел развития керлинга в каждом из регионов. И здесь есть и новички, и более именитые спортсмены. На первом этапе соревнований команды сыграли в подгруппах по круговой системе. Во второй этап соревнования прошли две лучшие команды из каждой подгруппы. Далее они сыграли по олимпийской системе. Этот турнир необычен тем, что в нем могут участвовать коллективы с разным уровнем подготовки. Например, команды из Липецкой области тренируются на открытых ледовых площадках, так как специализированных керлинг-центров в этом регионе нет. У нас есть одна очень большая особенность, потому что здесь команда добровольного спортов общества «Дворовик». Мы впервые этим обществом участвуем в нашей российской арене. Это общество признано развивать спорт по месту жительства. В данном случае мы научились делать свои самодельные камни, которые доступны абсолютно всем, которые идеально подходят для детишек, но это уже не спорт. С точки зрения именно демонстрации спорта, конечно, должно быть то, что есть в Дмитрове. Дмитровская школа керлинга заявила на турнир четыре команды – две женские и две мужские. Мужская четверка под руководством капитана Кирилла Савенкова дошла до полуфинала и в матче за третье место уступила команде из Северной столицы. Женская команда, где капитан Екатерина Толстова, также в матче за третье место проиграла коллективу из Москвы. Однако, несмотря на поражение, обе дмитровские команды, ставшие четвертыми, и еще одна мужская, замкнувшая восьмерку сильнейших, отобрались на чемпионат России 2017 года в группу «Б». Победителями же кубка у мужчин и у женщин стали коллективы из Санкт-Петербурга. В число призеров вошли также другие команды из Северной столицы и из Москвы. Между тем, в эти дни сильнейшие дмитровские керлингисты показывают хорошие результаты за границей. Так, дмитровчанка Анастасия Москалева завоевала серебряную медаль в дисциплине «Смешанные пары» на международном турнире в Швейцарии, где она выступала за сборную страны. А женская молодежная сборная победила на международном турнире в Германии. В составе команды выступили дмитровчанки Дарья Морозова и Ольга Котельникова. Еще одна дмитровская керлингистка Анастасия Мищенко в составе молодежной сборной в эти дни участвует в международном фестивале зимних видов спорта, который проводится в Турции.